Жизнь Николая Гумилёва глазами Анны Ахматовой и Ирины Адольфцевой. В спектакле «Нет Гумилёва», как мы подчёркиваем в названии, он потому так и называется. В нём есть три героя — офицер, юродивый и дама, которые и расскажут всю историю жизни Николая Гумилёва. Но перед началом мы хотели бы дать буквально два слова сказать замечательному художнику Сергею Хрусталёву, который написал вот этот прекрасный портрет Николая Гумилёва и буквально чуть-чуть нам об этом расскажет. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Несколько слов о том, как проходила работа над этим портретом. Здесь Николай Степанович изображён в военной форме или в гвардии Уланского полка. В период его участия, его в боевых действиях, в период Первой мировой войны. В кавалерию он попал не случайно. Ещё когда он был совсем мальчиком, то родители разрешали брать на конюшные коней, и они играли в индейцев верхом, скакали на лошадях. Обучение он прошёл в резервном полку, в эскадроне ремонтном. Учился рубить шашкой у кузака. Стрелял, надо сказать, с другого плеча, потому что у него было немножко, вы знаете, согласие со зрением. Неудобно было стрелять, потому что, сами знаете, затверда правой рукой. Она у него слева. В журнале «Москва» в 1980 году впервые в советское время были опубликованы его известные записки кавалериста. Перед нами пример блестящей военной электристики, репортаж с места военных действий. Документ эпохи, ни много ни мало. Мы увидели ещё одну грань таланта. Бывают ночи, только лягу. В Россию поплывёт кровать. И вот ведут меня к оврагу. Веду к оврагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в глаза как пристальное дуло, горит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнёт в меня. И взгляд отвести не смеет круг от узкого огня. От свинелого сознания коснётся тиканье часов. Благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так? Россия, звёзды, час расстрела и весь в чарёмухе. Овраг. Однажды, день рождения Лермонтова, поэт Николай Гумилёв заданал по нему панихиду. Яко же рече Писание, егда мир приобрящим, тогда во гром вселимся, иди же вкупе царие и нищие. Ещё молимся в покоении души усопшего рыба Божия Николая. Ой, ежепростите ему всякому приглашению, вольному же или невольному. Во время службы Гумилёв вдруг повернулся ко мне. Скажите, вам не показалось, что священник ошибся и один раз вместо Михаил сказал Николай. Нет, я такого не заметила, ответила я. Он недоверчиво улыбнулся. С той минуты, как мне послышалось Николай вместо Михаила, мне не по себе. Геноварская луна. В гром и снежный сад не слышно мчатся сани. Слово каждое, каждый новый взгляд тревожнее желания. Как облака плывут, как тихо под луной, как грустно, дорогая. Вот этот снег и ночь, и ветер над не войны. Я вспомнил, умираю. Как должно быть холодно теперь в Петербурге. Как рвёт холодный ветер со взморья. Как равнодушно перемигиваются огни на реке. Только и осталась там вера в Россию. Да ещё не до конца выплаканные стихи в Петербурге. Петербурге. Итоги, ищи, ищи. Мальчиши, ищи. Ищи, ищи, ищи. Зари, последней нашей встречи. Мне на север, вам на юг, Так прощайте, же милый друг, Ромка мигом, словно птица, В даре помчится. Не печальтесь ни о чем, Ценек серебряным плащом, Ваши раны, ваши ноги, Все покроем, Чтобы не было потом, Не печальтесь ни о чем, Ройка мчится, снег и скрыться, Было все лишь сном. Даганцы величи, Пусть погасли речи, Завтра будет новый день, Другие будут встречи. Снег ложится на дорогу, Но когда я иду к порогу, Я подъеду, Может, статься, Что бы остаться, Не печальтесь ни о чем, Ценек серебряным плащом, Ваши раны, Ваши ноги, Все покроем, Что бы не было потом, Не печальтесь, Не печальтесь, Все было, Ройка мчится, Снег скрыться, Было все лишь сном. Не печальтесь, Не печальтесь ни о чем, Снег серебряным плащом, Ваши раны, Ваши горе, Все покроем, Что бы не было потом, Не печальтесь, Все было, Ройка мчится, Снег скрыться, Было все лишь сном, Будет все лишь сном, Будет все лишь сном. Он очень много работает, Ему вначале нужна Правильная критика. Он некрасив, У него безжалостный лоб, Неправильные пасмурные броды, Взгляд пристальный, Немного раскосный, Он прям и широк, Нет в мире очарованного сада, Светущего ранней северной весной, За старинной, Пошатнувшейся изгородью которого, Дерзкие руки поэта Не наломали бы сирени, Полной холодных роз. Он говорит, Что родился поэтом, И что согласился бы Скорее просить милостыню в стране, Где нищим не подают, Чем перестать писать стихи? Он просто мечтает писать стихи, Каждая строчка которых заставляла бы Горить глаза и бледнить щеки. Все помогает, Все помогает рождению в новом творении, И косой луч луны, И прочитанная книга, И запах цветка. У меня Не живут цветы, Красотой их на миг Не обманут, Расстоят день, Другой и заянут, У меня не живут цветы, Да и птицы здесь и не живут, Только хохлятся скорбно и глухо, А наутро комочек в ухо, Даже птицы здесь не живут. Только книги в восемь рядов, Молчаливые грузные домы, Хранят вековые истомы, Словно зубья в восемь рядов. Мне продавших в пути них, Помнил левый горбатый И нищий, Торговар за проклятым кладрищем Мне продавших в пути них. У меня Не живут цветы, Красотой их на миг Не обманут, Расстоят день, Другой и заянут, У меня Не живут Цветы. Тогда еще только маленькая Аня. Гумилев познакомился, Когда они оба были еще гимназистами. Почти сразу Он заговорил о своей любви. Она не отвечала, Точно чего-то ожидая. А когда он поцеловал ее, Подняла голову И сказала, что они Останутся друзьями. Она была Очень упорна. Гумилев добивался ее Не один год. Я знаю женщин. Молчание, Усталость горькая от слов. Живет В таинственном сердце. Ее расширенных зрачков. Ее душа Открыта жадно Лишь медной музыке стиха. Перед жизнью Доль неотрадной, Высокомерной и глуха. Неслышный И неторопливый Так странно Плавен шапьем. Назвать нельзя Ее красивой, Но в ней Все счастье мое. Когда я жажду Своей воли И смелый горд, Я к ней иду Учиться мудрой Сладкой боли В ее истоме И бреду. Она светла В часы томлений И держит Молнии в руке. И четкие сны Ее Как тени На райском Огненном леске. Поэтому Быть влюбленным Еще однее, Чем путешествовать. Каждая любовь Однообразные Мелькают Все с той же Болью Дни мои Как будто Розы Опадают И умирают Соловей Но и она Печальна тоже Мне приказавшая Любовь И под ее Атласной кожей И под ее Атласной кожей Бежит отравленная кровь Бежит отравленная кровь Бежит отравленная кровь Бежит отравленная кровь И если я Живу на свете То только лишь Из-за мечты Мы оба Как слепые дети Пойдем 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 На горные Хребты Туда Где есть Лишь Только Грезы В крае Софы Белых Облаков Искать Увянувшие Розы Искать Увянувшие Розы Искать Увянувшие Розы И слушать Поздравляем Анатоль Савы Искать Савы Искать Искать Увянувшие И мелькают, все с той же болью, не моих, Лишь только розы опадают, и умирают цари. Но и она печально тоже, не приказавшая любовь, И по ее атласной коже, и по ее атласной коже Бежит отравленная кровь, бежит отравленная кровь. Он любил три вещи на свете. За вечерние пения белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Нелегко, не сладко быть женой великого поэта, Или, откровенно говоря, вообще поэта. И она никогда не узнала, что такое счастливая любовь. О, жизнь беззавтрашнего дня, Ловлю измену в каждом слове, И не улыбающей любовью. Звезда восходит для меня. Так незаметно отрянать, Почти не узнавать при встрече, Но снова ночи, снова плечи Вы столь влажной целовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В окне расклавится гранит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в депутат Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диме Если бы поверить в перевоплощении душ Можно было бы признать в нем отважного искателя новых островов и континентов В неведомых просторах Великого океана Времен Америго-Виспульча Вазкадагана Завоевателей в роде Кортеса Он опоздал родиться лет на четыреста Мне иногда снится Что в одной из прежних жизней Я владел и мечом, и песней Талант, он мне всегда дар Частые воспоминания Смутные, неясные, нечеткие За ним идешь в сумрак и туман К стоящимся там Прекрасным призраком Когда-то пережитого Наши наступают! Слава Богу! Много убитых и раненых Слава Богу! Он влегся к страшной красоте И пленительной опасности Героизм казался ему вершиной Духовности Он играл со смертью Как играл с любовью Войну он принял С прямолинейной горечностью Он был, пожалуй, одним из тех Немногих людей в России Чью душу война застала В полной боевой готовности Его признали негодным В службе из-за косоглазия Но он все равно Отправился на фронт Добровольцев Как ныне сбирается Вещий Олег Отмстит неразумным хатажам И все военнивый Замолвенный навек Обреком мечам и пожаром Русь, так громче музыка Играй победу Мы победили И враг бежит Раз, два, так за царя За Родину, за Реду Нагрянет громкое Ура, ура, ура Так за царя За Русь, за Реду Нагрянет громкое Ура, ура, ура Из темного леса Навстречу ему Идет вдохновенный кулесник Здорово, братцы Здорово, братцы Здорово, братцы Здорово, братцы Здорово, братцы Здорово, братцы Покорный к руну Старик одному Советом грядущего весенника Громче улыка Играй победу Мы победили И враг бежит Раз, два, так за царя За Родину, за Реду Нагрянет громкое Ура, ура, ура Раз, два, так за царя За нашу Реду Нагрянет громкое Ура, ура, ура Скажи мне, худесник Любитель, покой Что добудется в жизни Со мною И скорой, заразой Соседи и врагов Могильной засыплю землет Согромче улыка Играй победу Мы победили И враг бежит Раз, два, так за царя За Родину, за Реду Нагрянет громкое Ура, ура Ура, ура Старя За Родину, за Родину, за Родину, за Родину Нагрянет громкое Ура, ура, ура Нагрянет громкое Ура, ура, ура Ура, ура, ура Ура, ура Нагрянет громкое Нагрянет громкое Ура, ура, ура Каждый день Быть под выстрелами Слышать Виск Шрапнели Такое наслаждение Видимо Испытывает Нагрянет И пьяница Перепутылки Старого За отвагу и мужество Он получил Два георгиевских креста Далеко, в лесу огромном Возле синих рек Жил с детьми в избушке темной Бедный дровосек Младший сын был ростом с пальчик Как тебя унять? Спи, мой тихий Спи, мой мальчик Я дурная мать Долетают редко вести к нашему крыльцу Подарили белый крестик твоему отцу Было горе Будет горе Горю нет конца Да хранит святой Егорий Твоего отца Как собака Как собака на цепи тяжелой Тевкается лесом пулемет И жужжа шрапнели словно пчелы Собирая ярко красный мед А ура вдали Как будто пенье Трудный день окончивший шлицов Скажешь это Мирное селение Самый благостный из вечеров И воистину Светлое свято дело величавой войны Серафимы Ясные крылаты За плечами воинов видны Тружеников медленно идущих На полях омоченных в крови Подвиг сеющих и славу жнущих Ныне, Господи, благослови Как у тех, что гнутся под сахою Как у тех, что молят и скорбят Их сердца горят перед тобою Восковыми свечками горят Но тому, Господи, и силы И победы царский час даруй Кто поверженному скажет Милый, вот, прими Мой братский поцелуй Да страна, что могла быть раем Стала логовище огня Мы четвертый день наступаем Мы не едем четыре дня Но не надо нам ясного иного В этот страшный и светлый час Потому что, Господне слово Лучше хлеба питает нас Беззалетые кровью недели Ослепительны и легки Надо мной ровутся шрапы мэри Птиц быстрее залетают клиноки Я кричу, и мой голос дикий Это ведь ударяет медь Я, носитель мысли великой Не могу, не могу умереть Словно молоты громовые Переводы гневных морей Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей И так сладко рядить победу Словно девушку В жемчугах Проходя по дымному следу Отступающего врага И так сладко Крики победу Словно девушку В жемчугах Проходя по дымному следу Проходя по дымному следу Отступающего врага Браво! Я часто скачу по полям Крича навстречу Ваше имя! Снитесь мне почти каждую ночь Мне просто необходимо Ощущать другое существование Яркое И прекрасное Вы меня Прозоряете В часовне не один Святой Николай А целых три Один складной А два сами по себе И монах не знает Который влиятельный Поэтому свечки ставятся Все Уж заодно Мне сегодня Так больно Так бесконечно больно Говорят, что Бог дает В жизни каждому Крест такой длины Какой равняется Длина нитки Обмотанной вокруг Человеческого Сердца Я написал вам смошедшее письмо Это от того, что я люблю вас Пишите Кому посвящены эти строки? И все ли равно? Еще не раз Воспомните меня Есть мой мир Волнующий и странный Неливый мир Из песен и огня Но между других Единый Не обманный Неливый мир Из песен и огня Но между других Единый Не обманный Он мог стать вашим Тоже И не стал Его Он выломало Или у Бога Должно быть плохо Я стихи писал И вас неправильно Просил у Бога Должно быть плохо Я стихи писал И вас неправильно Просил у Бога Но каждый раз Но каждый раз Вы склонитесь В песне И скажите Я Вспоминать не смею Ведь мир иной Меня Обворожил Простой и иной Прелестью Своею Весь мир иной Меня Обворожил Простой и грубой Прелестью Своею Свое 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 Вском Свое 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 И еще не раз А вы вспомните меня И весь мой мир Волнующий и странный Нелепый мир Из песен и огня Но между других Единый, не обманный Нелепый мир Из песен и огня Но между других Единый, не обманный С немцами С немцами его напрасно воевали Сколько народу зря покулечило Осуждено немцам было удалить нас И одолели И Керенский с царем зря Против Ленина стояли Как предназначено было, так и произошло А кто же предназначает, по-вашему, Бог? Какой там Бог, товарищ? Бог весь вышел Был, конечно, но куда-то вот весь вышел Да Сейчас научно очень многое доказано И доказан абсолютный наоборот Вот хотя бы насчет Насчет гробу Все думали это Илья пророк По небу Скок по скоку, скок по скоку А оказалось то Олимпичество О, как рад А кто ж тогда? Ну, я сам удивляюсь Я повоевал достаточно И в Африке уже было три раза А вот большевиков никогда не видел Я возвращаюсь в Россию Не думаю, чтобы это было опаснее Охота на львов А вам не страшно? Нет? Все думают Бегут Дороги Все думают Бегут Дороги Поле суть По пустыне В ранний и поздний час Люди по ним ходят Люди по ним ходят Ходят по ним Дороги В ранний и поздний час Кто на ветру убогий Кто на ветру убогий Всяк на большой дороге Переодетый князь Не плются их от репья Не плются их от репья Всюду Всюду Где небо синее Всюду Где Бог Судья Так По земной Пустыне Как по земной пустыне Кинув земную пожить И старая жилья И старая жилья Весченствую ты, княжа Весченствую ты, княжа Катерчные княги Катерчные князья Вот и сошлись дороги Вот и сошлись дороги Вот и сошлись клинам Вот и сошлись клинам Темен он, темен я Это не я с тобою Это не я с тобою Эта пица Сбиваю Катерчная сошлась ...предподавательскую деятельность Не потому, говорил он Я вожусь с молодоровитой Молодежью, что Хочу сделать их поэтами Поэтами рождаются Но я хочу помочь им Разве стихи не облегчают душу Будто сбросил с себя что-то Ирина Адоевцева От лица которой Мы будем рассказывать Историю Гумилёва Дальше вспоминала Что она никогда не видела Более некрасивого Более особенного человека Так не похожего на поэта Но он говорит о поэзии И его неправильное лицо Сияет особенным светом И мне кажется, что я Сейчас вылечу в окно И распадусь на узки Лунным сиянием И звёздным светом Я верно болен На сердце туман Мне скучно всё И люди, и рассказы Мне снятся королевские алмазы И весь в крови Широкий ядаган Мне чудится, и это не обман Мой предок был татарин Косоглазый Сверепый гум Я веянием Заразы через века Дошедший Абуян Молчу, таблюсь И отступают стены Вот океан Весь в клочьях белой пены Закатным солнцем Залитый гранитый город С голубыми куполами С цветущими жасминными садами Мы Дрались там Ах да Я был Убит Нам с вами по дороге Не правда ли? Спросил он однажды Когда мы вместе вышли С курсом И вот я иду Рядом с ним И думаю только о том Чтобы Не споткнуться Не упасть Это Скорее Мучительно И слишком неожиданно Я несколько раз шел за вами А вы ни разу не обернулись Вы должны быть не очень нервны И не очень чувствительны Я бы на вашем месте так не смог Какая Прелестная луна Очень она вам нравится Правда? Ну тогда Вы ведь знаете Все здесь принадлежит мне Весь таврический сад И кусты, и деревья, и вороны И луна Если она вам так нравится Извольте Я луну вам Подарю Такой подарок Несился египетскому царю Благодарны ли вы мне за это? Представьте, кем вы были И кем вы стали Ведь вам теперь принадлежит Луна Да-да Гумилев Гумилев Меня проводил Гумилев Успокойся Ну, разве можно успокоиться И разве можно будет сегодня ночью уснуть? На завтра я специально задерживаюсь Чтобы выйти одна Чтобы все вспомнить Вот здесь Вот здесь в вестибюле он Подал мне руку И снял шляпу Будто я важная дама Как он любезен Но Он наверняка не захочет больше Проводить меня домой А впрочем И одного этого раза И воспоминаний о нем не будет Достаточно надолго На очень долго А чего вы так задумались? Как долго вы не шли? Я жду вас тут уже Кусочек вечности Ведь я же сказал вчера До завтра А я всегда держу свое слово И таинственный город Тропический Рим Шеек гусей я увидел Высокий Поклонился мечети И пальмам святым Был допущен при дочи пророка Жирный негр Восседал на персидских коврах В полутемной неубранной зале Точно идру В браслетах В серегах и перстнях Лишь глаза его дивно сверкали Я склонился Он мне улыбнулся в ответ По плечу меня с лаской ударя Я бельгийски ему подарил пистолет И портрет моего государя Все расспрашивал Много ли знают о нем в отдаленной и дикой России Вплоть до моря он славен своим колдовстом И дела его точно благие Если мула в лесу ты не можешь найти Или раф бежал обеспокойный Все получишь ты вдруг Обещав принести Шеек гусей на подарок пристойный Вот так господа Господ уже Нет Сейчас коммунной все равны Такого декрета еще не было Знаете что Я допустим тоже поэт Поэт И ваш Тон Восстанавливает пролетарских поэтов Против вас Только таким тоном и надо разговаривать с пролетарскими поэтами Этим я поднимаю поэзию в ваших глазах Продолжим господа Ну ну Поднимает он Хорошо Как-то раз я пришла к нему с букетом первой сирени У Милёва очень нравилось что я повсюду хожу с цветами воображая вот так гуляю по саду Сегодня мы не пойдем гулять Садитесь Представьте себе что вы еще никогда не видели сирени Не знаете ее замаха Что бы вы сказали о ней не избитыми словами Стихами Я вам не более трех строк Даю вам пять минут Прозрачный светлый день Каких весной немало А на столе сирень И от сирени тень Но хочет Гумилёв Чтобы без лишних слов Я б ямбом написала об этой вот сирене Не более трех строк стихотворения Замечательно даже очень Предсказываю вам Вы гордость моей студии И скоро вы станете очень знаменитой Очень скоро Гумилёв меня хвалит Гумилёв меня хвалит Не крутитесь вы молчком Прекратите Вы скоро станете знаменитой Скоро-скоро вы станете знаменитой Так вас унять Сядьте Тихонько сидите Улучшайтесь Девушки отдыхают Продолжение следует Девушки отдыхают Вот так жил Гумилёв. Господи, как я одинок. У меня нет никого на свете, ни одного друга. Вот мне легче стало. Просто от вашего присутствия. Вы такая забавная, особенно когда молчите. Ну, хорошо, что вы пришли. Ведь всякая человеческая жизнь, даже самая счастливая, заканчивается смертью. Ведь сколько ни крути, сколько ни лорчись, а умереть-то всё равно придётся. Все мы от рождения приговорены к смертной казни. Да, к смертной казни. Единственное равенство людей – это равенство перед смертью. Вот, если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы по её зрачкам, определял бы время до полминуты. Но заведёшь кошку, а она всех мышек переловит. А я оберегу их на случай голода про чёрный день. Некоторые даже пустили слух, что я не только подкармливаю мыша, но и старую, и со старшей за лапку. Но не верьте, даже по отношению к мышам я предателем быть не могу. В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы, Как воры ночью в тихий мрак бред месть, Как горшуны зловещи и угрювы. Они жестоко и требовали мести За то, что я холодным и отчаян Смотрел на мутно мающих победам, За то, что я горячим и губами Касался губ, которым грех неведом За то, что эти руки, эти пальцы Не знали, плуга были слишком стройны За то, что мне в вечные скитальцы Томили только горестные звонки За все теперь настало время мести Обманный нежный храм слепцы разрушат И воры думы в тишине предмести Как нищие во тьме меня задушат Субтитры создавал DimaTorzok Я был один, мои мечты бежали Я был один, мои мечты бежали И я считал на призрачной скрижали Свои слова, дела и преступления Я был один Расстрел Николая Романова Убийство царской семьи в Екатеринбурге Никогда я ему этого не прощу Позволь себе только быть добрым и слабым Как сразу все бросят тебе на горло и загрызут Как раненого волка загрызают братья-волки Так и братья-писатели Но ведь вы, я знаю, очень добрые, Николай Степанович Возможно, если бы я позволил себе Я был бы добрым Но я себе этого не позволяю Будешь добрым, растаешь, как масло на солнце Вспоминай, как звали Поэта-воина-путешественника Послушайте, напишите балладу обо мне и моей жизни Не могу, нет Почему? Потому что вы не герой, а поэт А вам не приходило в голову, что я не только поэт Но и герой Убить безоружного Величайшая подлость Хотя смерть не страшна Смерть в бою даже упоительна Все, вам даже со мной нельзя Ступайте назад И там конспоративная встреча Идите домой с Богом Черезлетний сад Класситесь от меня Статуям деревьев Только дайте прощение Не говорите Куда я иду Никому не говорите Куда я иду Не бойтесь меня Я в огне не горю И в воде не так Мы все Тогда были Подавлены и угнетены Над нами светило Черное солнце Меванхолии А Гумилев Как ни в чем не бывало Ходил по русской Долине смерти И только посмеивался Я меньше чем на 90 лет Не согласен Ночью 3 августа 21 года За ним приехала машина Он попросил Разрешение взять с собой Только Библию И Одиссей Гамар Ваше звание Дворянин Ближайшие родственники Жена, дочь Место службы Издательство всемирной литературы Каковы ваши политические убеждения Я монархист Какую роль вы играли В боевой организации Таганцева Нам известно Что вы обещали связать С организацией Группы интеллигентов И офицеров Которые примут Активное участие В восстании Я сообщал Некому Вячеславскому Что в момент выступления Я смогу собрать Кучку прохожих И повести их за собой Пользуясь общим Оппозиционным Настроением Никаких Сведений И лиц Могущих дать Пользу организации Таганцева Путем выявления Связи между ними Я не знаю И сообщить не могу Вы же Лучший русский поэт России Николай Степанович Я Давнишний ваш поклонник Ой Они там говорят А зачем нам Поэты У нас и свои есть Ну что с них взять Да Он стоит Предраскаленным горном Невысокий Старый человек Взгляд спокойный Кажется подкормным От мигания красноватых век Все товарищи Отсвищет над седой Успененный двиной Пулей отлитая Оттыщет грудь мою Она пришла За мной Упаду Упаду смертельно За тоскую Прошлое Нижу Наяву Кровь ключом Захлещет На сухую Пыльную Мятую Траву И господь И господь Упаду 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 Николая Степановича Известнейшего Русского поэта Мы крайне Поражены Его арестом Нельзя ли узнать По какому делу Он арестован Напрасно Думаетесь Так Никак нельзя Узнать Разве Можно Выдавать Тайну следствия И Да и что Он беспокоится Если вы так уверены В его невиновности Так и ждите Его Через недельку Вы Не беспокойте меня Я очень занят А позвоните По телефону Мы ушли Раздавленные В сущности Ничего не было сказано А в этом Ничего Душа Чуяла бездну Через неделю К телефону А По делу Умилева Послезавтра В газетах Узнаетесь По делу Номер 2534 Гражданина Гумилева Николая Степановича Обвиняемого В причастности Контрреволюционной Петроградской Боевой Организации Следствием Установлено Что гражданин Гумилев Утверждал Курьеру Финской Контрразведки Что он Гумилев Связан С группой Интеллигентов Которая Может Распоряжаться И которая В случае Выступления Готова Выйти на Улицу Для активной Борьбы С большевиками Также Гражданин Гумилев Взял на Себя Задачу Оказать Активное Содействие В составлении Прокламации Контрреволюционного Характера На основании Вышеизложенного Считаем Необходимым Применить По отношению Гражданину Гумилеву Николаю Степановичу Как явному Врагу Народа И рабочей Крестьянской Революции Высшую Меру Наказания Расстрел Можно ли Расстреливать Одного Из двух Трех Величайших Поэтов России Разве Можем Мы Сделать Извлечение Для Поэта Этот Ваш Гумилев Знаете Шикарно Умер Я знаю Из последних Рук Улыбался Докуривал Папироску Даже На ребят Из особого Отдела Произвел Впечатление Пустое Молодечество Но все-таки Крепкий Мало Кто Сейчас Только Умирает Ну что Ж Свалял Дурака Шел Бы К нам Не Лез В Кондру Сделал Б Карьеру Эй Дурачок Ещё Молимся Молимся О Упокоении Души Усопша Гроба Божия Николая И Ой Не же Проститесь Ему Всякому Прегрешению Вольному Уже Белый Белый Снег Как Белый 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 Снег Как Пёрст Лежит Все Один На Сей Земле Сам Себе И Враг И Бог И Куда Тебе И И Ком Теперь Слуни Жизнь От развилки Два пути Справа честь Остлела жизнь Крою станет Клинка Совета Господи За что Все забрал Всего Лишил Душу Вынул Боль Ложил А А А А А А А То ли Плохо То ли Храм То ли Ангел То ли В А 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 Все возьми, оставь навек, Только этот белый снег. Субтитры создавал DimaTorzok Пришел он во сне, Из гроба и мира и нового камня, В черном старом своем пиджаке, С белой книгой в тонкой руке, И сказал мне, плакать не надо. Хорошо, хорошо, что не плакали вы. В синем раю такая прохлада, И воздух тихий такой, И деревья шумят надо мной, Как деревья летнего сада. Никому не говорите, удаляйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небеса Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, большое спасибо. Вы все, когда пришли, наверное, видели у вас на местах, включал рекламку у Владимира 2 апреля в концерт 45-летие творческой деятельности. Можно прийти, звоните. Мы очень рады. В нашем, так сказать, цикле мероприятий есть еще спектакль от Цветаевой блоки и Синини. Спасибо. А осенью будет спектакль о Мандельштаме, в том числе и здесь. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ